МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Когда новоселье не в радость, самарцы, обиженные на управляющую компанию, пожаловались губернатору. Если вы еще не спикаете, они идут к вам. Самарских кондукторов обучат английскому языку. Не все разгребли. Самарским коммунальщикам, которые до сих пор ликвидируют последствия урагана, придали скорости. Нет горячей воды, не работают лифты. Жители новостроек на Новосадовой не намерены терпеть произвол управляющей компании. Люди написали письмо губернатору, теперь их вопросом занимается мобильная приемная. Она была создана в июне. Главная задача – выезжать на место, привлекать всех необходимых специалистов и сразу же принимать решения. Это новая форма работы с жалобами людей. Насколько она эффективна, проверила Алина Чемерис. В новостройках на Новосадовой люди не прожили еще и года, а уже столкнулись с множеством проблем. По словам жителей, лифты здесь работают по расписанию. После пяти вечера на них уже не уехать. Евелина Хасанова живет здесь с апреля. За это время подниматься пешком на 17-й этаж с ребенком на руках приходилось не раз. Потом началось такое, что лифт не включался в 9 часов по расписанию или отключался раньше. И мы опять же ходили пешком с ребенком. То есть, если бы нам нужна была скорая ночью или еще что-то, мы бы просто не смогли их дождаться, и они бы к нам не поднялись. Всегда находят множество причин. Якобы здесь не ловят связь, чтобы лифт запустить, не могут установить какие-то там сим-карты для связи с оператором. Всегда находят какие-то причины. Управляющая компания установила охрану, дабы люди не могли поднимать по лифтам какие-то строительные материалы, либо мебель. Заключила договор с какой-то компанией, повесили люльки для того, чтобы взимать плату. А ориентировочная стоимость подъема одного кирпича на 24 этаж стоит 48 рублей. Представители управляющей компании уверяют, ничего общего с платной доставкой груза на этажи не имеют. А лифты должны начать нормально работать в считанные дни. Но на этом проблемы жителей не заканчиваются. По их словам, в домах, где более 20 этажей и около 200 квартир, управляющая компания установила двери с домофоном. Но и здесь людей ожидал сюрприз. Для того, чтобы просто получить ключ от домофона, необходимо было заплатить единоразово 2000 рублей, что, конечно же, не отменяло дальнейших платежей по обслуживанию этих домофонов. Деньги непропорциональные, квартир очень много, и сумма на выходе получалась достаточно серьезная. Куда эти деньги уходили, для нас вопрос. Высотки на Новосадово изданы в эксплуатацию в феврале, и с тех пор в квартирах нет горячей воды. По словам жителей, управляющая компания на диалог не идет. И люди написали письмо губернатору. Решить проблему поручили мобильной приемной, которая была создана меньше месяца назад. После встречи с жителями, представителями районных властей и управляющей компанией, вердикт – решить проблему в кратчайшие сроки. В течение недели вопросы будут решены. В первую очередь вопрос с горячим водоснабжением, который жители уже с начала этого года ожидают. Уже практически 25% здесь заселенный дом. И, конечно, необходимо уже приступать к ремонтным работам. Здесь в большей степени проблема технического плана, нежели какого-либо другого. Сейчас, как только опрессовку, на завтрашний день начинается опрессовка, как только опрессовку закончим, как только водоразбор будет организован в нужном объеме по техническим параметрам котлов, которые предусмотрены по проекту, после этого сразу можно будет подключать и теплоснабжение, и горячее водоснабжение. Даже после того, как проблемы будут решены, жители не намерены сотрудничать с прежней управляющей компанией. Сменить ее намерены в августе. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. Do you speak English? Этим вопросом сегодня озадачились в мэрии Самары к чемпионату мира работников гостиниц, ресторанов и общественного транспорта, обучат иностранным языкам. В городе организуют специальные курсы. Сколько кондукторов заговорить на английском, узнала Валерия Макарова. Кондукторы и водители общественного транспорта скоро заговорят на английском. Обучить языку за счет переводчика планирует около тысячи человек. В программе 36 часов иностранного и 18 часов краеведения. Февраль, март, апрель. Вот три месяца будет проходить обучение на базе учебного центра ТТУ. Программа там будет без отрыва от производства. Сотрудники работают в первую смену, потом будут учиться. Как научить самарцев говорить по-английски к чемпионату мира, обсуждают на совещании в мэрии Самары. На особом внимании работники гостиниц, которые примут гостей Мундиале. Снаймите людей, которые знают хорошо английский, чтобы они по графику прошли гостиницы и представились туристам из англоязычной страны и оценили, соответственно, знания базового языка в наших гостиницах. Подтянуть знания иностранных языков предлагают всем работникам туризма и сферы услуг. Власти города разрабатывают специальные курсы. Уже есть понимание, сколько человек должны их пройти. Необходимо обучить 512 специалистов гостиничной индустрии, 456 специалистов ресторанного бизнеса, с учетом того, что 228 объектов общественного питания, 140 на гостевых и 88 на туристических маршрутах и 64 экскурсовода. В Самаре нужны экскурсоводы со знанием иностранного. По официальным данным, сейчас только 4 человека могут проводить экскурсии по городу на английском и один человек на немецком. Валерия Макарова, Станислав Левин, События. Ускорить темпы работы поручил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко районным администрациям и управляющим компаниям. После урагана, который пронесся по области на прошлой неделе, в Самаре до сих пор остались неубранные деревья и ветки. Ну а теперь перед коммунальщиками поставили жесткие сроки. Лариса Шалафа с подробностями. В Самаре продолжают наводить порядок после разгула стихии. Ураганный ветер на прошлой неделе повалил десятки деревьев. На еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии районным администрациям поручено оперативнее вывозить повальные деревья и ветки после плановой обрезки. По информации административно-технической инспекции, сейчас в городе больше ста таких адресов. Если вы их приволокли на контейнерные площадки, то вы решайте, кто у вас их должен увезти. И под видом крупногабаритного мусора я дальше размышлять не буду. Вы определитесь? Это я районам говорю. Еще одна тема – покос травы. Особое внимание первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил обратить на бесхозные территории, частный сектор и участки вдоль дорог. В городском округе у нас 664 дороги пятой категории, так вот покос вдоль этих дорог никто не осуществляет. В МП благоустройство, они на службе не стоят, жители сами не косят, администрация туда еще не пришла. Это всех касается управляющих компаний. Повально проводите. Сейчас есть управляющие микрорайона. Берите косу, литовку, триммер и пусть косит. Вы кого изглете? Кто придет на территорию? Какие полномочия вам еще нужны? Навести порядок на всех территориях районной администрации должны в течение недели. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Далее коротко о других событиях дня. И вновь перебой со связью ждут самарцев. На этот раз абонентов МТС. Компания предупредила о возможных сбоях в работе голосовой связи. Причина стартовавшей в регионе в начале июля программа обновления сети. Переключение базовой станции занимает всего несколько минут. И большинство абонентов каких-либо неудобств не заметят, уверяют в компании. Уже 4 самарца пострадали от укусов змей. Двое попали к врачам еще весной. Сейчас же в отделении токсикологии областной клинической больницы имени Середавина находятся еще два пациента. 43-летнюю женщину Гадюку укусила в ногу, когда та гуляла по лесу в районе железнодорожной станции Водинская. 48-летний мужчина пострадал от змей, когда собирал землянику в районе Новосемейкино. Жизни пациентов ничего не угрожает. Самарский государственный технический университет стал самым популярным вузом в регионе по версии портала Яндекс. Поисковую строчку за год его забили 130 тысяч раз. Для сравнения, Самарский национальный исследовательский университет имени Королева, занявший в этом рейтинге второе место, набирали в полтора раза реже. На третьем месте Самарский государственный экономический университет. В Самарте интересовались вузами и в других регионах. Больше всего запросов поступило в адрес Московского госуниверситета имени Ломоносова, Казанского федерального университета, Уфимского авиационного технического и Оренбургского госуниверситета. После ремонта на площади Куйбышева появится бесплатный Wi-Fi. На этой неделе здесь начнут демонтировать асфальт, пока аналогичные работы ведутся в четырех прилегающих скверах. Также там меняют систему освещения. В дальнейшем тротуары по периметру площади и в скверах планируют выложить плиткой, а на самой площади положить новый асфальт. Ограды скверов очищают от старой краски и готовят к новому окрашиванию, а те части, которые не подлежат восстановлению, заменят на новые. Такие же работы по восстановлению старинных металлических решеток проводят и в Струковском саду, который также находится в ремонте. С 10 июля изменилось расписание судов на маршруте Самара-Тольятти. Теперь суд отправляется ежедневно в 7 часов 45 минут из региональной столицы и прибывает в Тольятти в 10 часов 10 минут. В пятницу, субботу и воскресенье дополнительный теплоход отчаливает от речи порта Самары в 14.15 и 18.15 и прибывает в Автоград, соответственно, в 16.40 и 20.40. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим эфирам. Осторожно, лжепристовы! На домах самарцев появились подозрительные объявления о принудительном вскрытии квартир. Свободу попугаям владельцев контактного зоопарка могут наказать за жестокое обращение с животными. Сладкий рай в Международный день шоколада журналистам раскрыли секрет, как отличить правильное лакомство от неправильного. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин